мы в санта-круз друзья вот эта улица на которой мы находимся она параллельно океану три квартала небольших вот домик на продаже ну что свет пойдем посмотрим пойдем посмотрим домик ничего про него не знаем просто мимо ехали пить он такой такой бетонированный где лежит ведь придумаешь а вот тут давай посмотрим нет нету вот так место есть а не лежит ничего давай посмотрим вот такой домик вот вы видите тут относительно не широкий проход гараж на одну машину явно до на одну машину пойдем внутрь зайдем вот он этот гараж и так сзади зашел дом этот 850 скверфутов он небольшой совсем дом построен в пятидесятом году участок у него 6 соток на участке вон там стоит 10 квадратных метров ну такой уж не знаю как его назвать как бы для сдачи что ли я даже не знаю как бы назначение можно ли такое сдать очень такая дачная местность пляжно-курортная там что-то вы видите что на участке практически ничего не происходит он такой голый небольшой о помидор помидорчики растут ребята немного немного посадили но вот очаровательнейшие помидорчики какая прелесть вот такие такие ласточки вот ну давайте попробуем зайти в этот домик вот место много здесь как бы такое мне ощущение что можно строить чего мне не нравится мне не нравится что здесь мокрое пятно то есть это как бы такое у меня я чувствую что там снизу чуть подтекает да так хочу давайте зайдем так вы знаете что я бы это назвал сыраюшками если бы это не было так в общем-то неплохо отделано внутри неплохо ну говорят что 10 квадратных метров я бы конечно так не сказал я думаю что здесь метра 2 в лучшем случае в ширину и в длину но внутри метров 6 тут нет десяти там в описании прошло 10 лет тут нет десяти метров тоже а это что открыто сейчас было а это вот эта штука метров 6 пишут 10 пишут 10 но 6 давай мы потом обменяемся с тобой так это это мы с улицы зашли просто спальня может быть даже пристроена изначально была большой шкаф просторный шкаф очень простор широкий такая спаленка но здесь надо сказать кроме как кровати ничего толком и нету вот идем сюда так это видимо для а это туалет небольшой туалет они хотят девятьсот тысяч за этот дом кстати я не сказал по семьсот девяносто девять тысяч так пространство сказать что его назначение понятно ну наверное это тоже спальня как это очень проходное очень проходное так тоже шкаф еще один bedroom мне нравится паркет он такой еще что новый да так вы еще не его переложили новый паркетик да и честно сказать я не посмотрел сколько здесь бедрубов все ты понимаешь на удивление здесь 3 бедруб как описано 3 бедруб и полтора бассейна при том что дом очень маленький по площади в 869 но дело в том что он оригинально был аграбазом это они достроили еще одну спальню при этом сделали одну из комнат проходной я понял очень странно странно то есть у тебя получается спальня но она является проходной комнатой другую спальню тут довольно гулко что ты скажешь пойдем посмотрим где основной вход там агентка стоит мне там снимать не очень удобно сейчас пойди спросим тут много соседей ходит мимо это кухонька кухонька вот так выглядит итак входная дверь крылечко кошечка так это стейджинг тут очень мило раскрасили разукрасили это было на сдачу это это люди сдавали такая вот такая фигня сдается за три тысячи сдается за три тысячи в месяц мне разрешили снимать я культурно спросил свет ты считаешь тут есть какой-то потенциал в перестройке там место же дикое количество и дом маленький ну понимаешь если все снести да можно перестроить но к тому что есть там уже нельзя ничего пристроить то что там нет таких стенок из которых можно сделать двери куда вот это игру говоря 900 тысяч на снос ну в общем да но опять как рентал пропорти замечательно что же ориентуется и и меня смущает проходная спальня конечно это не спали то есть ему дому 70 лет не но все я понимаю что его так построили потому что не было возможности другой конечно его нужно перекраивать полностью то есть нужно кухню куда-то переносить чтобы разделить эти спальни в общем что-то нужно если с ним извращаться на вера стоит нам этого понял мы передаем привет нашим зрителям передай привет и поехали домой